Академик опера и балет театра Это наша сцена, старая, таинственная Вот это те самые легендарные, можно сказать, доски оперного театра Представляете, они были вот как пыли поставлены, так они до сих пор лежат Здесь пели очень выдающиеся певцы, не только азербайджанского оперного театра, но также и Европы приезжали Снимать, снимать вот эти все потертости, это все следы Эти следы еще с 1910 года живут здесь, когда русский архитектор Баев построил здание в стиле барокко Все это позолото в то время, это все было Это наши меценаты, миллионеры на свои деньги, собственно, решили поднять культуру Собрались вместе кучка, такая могучая кучка азербайджанская Собрались вместе, вот построили такой театр Здание уже постарело и требует ремонта Но к нему здесь отношения особые, как к чему-то святому и непостижимому Живущему своей тайной жизнью Для нас он такой старый, он такой красивый, небольшой, как ласкало В принципе, он почти такой же для нас, он хороший, он живой, знаете, его строили в то время В то тяжелое время, когда кругом беднота, строили для Азербайджана оперный театр И вот до сих пор это сохранилось, этот дух до сих пор здесь Я вам должна сказать, что в Баку очень много театров Но самый бакинский театр, вот отражающий дух города Это, конечно, оперный театр, потому что он находится, как и сам город Сам город на стыке двух культур Мы ведь часть Азия, а часть Европа, мы на границе Европы и Азии Эту культуру европейскую и азианскую Единственный театр отражает в полной мере Да, это движение, движение, да, пустая сцена Джанет Салимова режиссер театра В ее постановке идет половина репертуара Она начинала в театре свою карьеру, потом на какое-то время ушла А 15 лет тому назад вернулась Театр ведь это как семья Вот вы приходите в семью, маленькие дети, еще бодрая бабушка, молодые родители Через 15 лет вы увидите, а, маршалла, дети уже под потолок Бабушка уже чуть-чуть ослабела Другие картинки висят на стене Другую программу дети включают Другая музыка в доме звучит Так и театр, так и театр Звезды стареют, уходят, нарождаются новые звезды Тот, кто вчера гремел, сегодня уже поет потише, но зато новые Вот вы вчера слушали регалеты, наша новая звезда Ваза Абдулаев Чудный парень, молодой, молодой парень, ему еще 30 лет нет А Вазу Абдулаеву дали шанс попробовать, и он его успешно использовал Теперь он здесь одним из лучших голосов считается ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Первая национальная опера была написана в 1908 году Узером Гаджибековым Тогда ему было 23 года Опера эта была в жанре мугам, называлась она Лейли и Меджон Сам по себе мугам это лад Есть минорные, есть мажорные лады Есть, каждый лад определяет какую-то, вы знаете, сущность То ли горе, то ли беда, то ли радость Вот эти разные мугамы Мугам это визитная карточка азербайджанской оперы Это то, что нравится и своим зрителям, и иностранцам Сейчас можно подумать, что играть только народные инструменты Нет, буквально нет Это мугамный спектакль, но здесь в оркестре все классические инструменты Плюс наши инструменты, национальные инструменты Тарки, Аманча, которые сидят тоже в оркестровой яме Это сейчас все по нотам в оркестровой яме А раньше, то есть в 1908 году, даже партитуры не было и нот вообще Только дирекцион, своего рода рабочий сценарий Хотя само пение передается до сих пор особым способом Это не то, что учат по нотам или по книжкам Обязательно должен быть певец, ханэнда И он тебе просто это певец, он рядом с тобой поет Ты это слушаешь и воспроизводишь И вот так из уста передается вот это искусство до сих пор То есть оно уже, сколько есть азербайджан, столько оно и было А вас никогда не пел мугам И он заинтересовался подробностями, которые ему рассказал главный режиссер театра Хавис Кулиев Зеленый свет, зеленый свет, можно сказать Да, в принципе, как в вокале для баритона, допустим, регалета То есть это считается высокой планкой Так, для тенора, я не знаю, герцога и так далее То же самое вот здесь, это Лейли Меджнум Спеть вот эту партию, получить, во-первых, доступ к ней Это тяжело, нужно очень много заниматься Потому что все-таки это пение, оно очень тяжелое Оно, то есть там тесситура очень высокая Как для женщин, так и для мужчин То есть поднимаются, почти поэт в женской тональности мужчины То есть голос настолько должен быть отработан, насколько, понимаете, как алмаз Лейли Меджун – это своего рода восточный ответ Ромео и Джульетти Она из богатой семьи, он из бедной Им не разрешили пожениться, он уходит в отшельники Она умирает от любви, а потом и он от тоски В первом опере в роли Лейли спорил мужчина Это тоже интересно Да, в то время на Востоке запрещалось Использовавшая женщина, это Восток и женщина Женщина всегда находилась как-то так в тени И поэтому все роли женские тоже исполняли мужчины То есть молодые парни с очень хорошими данными То есть голосовыми Да, они исполняли, но потом через несколько лет Все-таки с большим, конечно, бунтом И так все-таки приняли Была женщина и пошло, и пошло, и пошло А сегодня в театре существует явление Непривычное для европейской культуры Женщина-дирижер И именно в Мугамной опере Это впервые было в Азербайджане Женщина встала за пульт Этого не было Хотя в 70-е, 80-е, даже в 90-е годы Хотя они были очень тяжелые Было очень много передовых женщин, которые могли бы это сделать Я всегда задавалась вопросом, почему это не произошло Но после того, как я встала сама за пульт Я поняла, почему это не происходит Потому что это связано с большой ответственностью Также очень эмоционально-физическая нагрузка После первого спектакля ощущение было, что разгрузило Целую машину камней Я долго в себя прийти не могла Чисто физически было очень тяжело И поэтому, в принципе, считается, что это мужская профессия В азербайджанских семьях не всегда приветствуется Когда женщина поет А тут дирижер Я очень благодарна своему супругу Потому как, можно сказать, 50% успеха Это его успех Полностью потому, как он поддержал меня И женился он, в принципе, на женщине, которая заканчивала Нашу академию музыкальную И поэтому, в принципе, он был готов Он не был готов только к тому, что я буду дирижером То, что я буду заниматься хором, руководить Он был к этому готов Но, в принципе, мне кажется, что он очень рад Сначала Севелья Джейва пришла в театр как дирижер-хоровик А потом ей дали попробовать поработать с оркестром Получилось Оркестрантам, например, очень понравилось Все так с освещением смотрели первое время Меня фотографировали с места Записывали Все это воспринималось очень на ура Я немножко смущалась первое время Но потом привыкла И сейчас они тоже очень привыкли У Севель есть заветная мечта В этом году Лайлия Меджун Непревзойденному шедевру в Муганной опере Исполняется 100 лет И она хочет продирижировать этой оперой в юбилей Вообще здесь Лайлия Меджун считают не просто музыкой А философией любви За 70 лет в театре установились свои порядки и законы Он жил как слаженный механизм Но потом начались сложности Особые сложные времена мы переживали в 90-е годы С распадом державы, Советского Союза Когда мы столкнулись с политическим хаосом в республике Акиф Меликов 20 лет руководит театром Пришел он как раз в самые сложные времена Именно ему пришлось применять непопулярные методы За которые его много ругали Приходилось одной рукой разрушать, другой строить И я горжусь тем, что мы смогли вывести наш оперный театр С кризисной ситуацией И сегодня он действительно может считаться одним из лучших в Европе Буквально по всем показателям После распада Советского Союза Акифу Меликову и его команде Пришлось практически начинать все с нуля Надо было создавать новую труппу И как-то привлекать людей Первый показатель это опера Надо было находить солистов, способных петь и мугамную оперу И европейские хиты И надо было либо где-то искать готовых солистов Либо делать ставку на молодых Наша талантливая молодежь Она получает звания Это их очень поддерживает Хотя есть сейчас мнение о том, что эти звания изжили себя Но вместе с тем они морально поддерживают наших талантливых артистов Нашим президентом, уважаемым Ильхам Гайдаровичем Алиевым Учреждена президентская стипендия И вдававок к зарплате Наши ведущие, практически все ведущие солисты Получают эту президентскую стипендию Это материально их очень поддерживает Стимулирует к работе Вы знаете, сейчас мы ощущаем строительный бум у нас в республике и в городе И последовательно наши артисты получают квартиры от руководства республики Кроме материальных возникла еще одна проблема Профессиональной подготовки И тут нашлось решение Стажировка в центре оперного пения Галины Вишневской И проведение мастер-классов Я занималась, стажировалась у нее 6 месяцев Вот я недавно приехала Ну, Гайна, по-моему, послушала Все, голос есть Настоящий голос Петь надо Все, и вот так Получилось, что я вот поехала Получила огромнейшее удовольствие Огромнейшее Вот, знаете Сперва кажется, что вот очень трудно Вот попасть, вдруг попадаешь в чужое место И вот все это Постепенно это все Кажется уже не так страшно Вот И вот занималась, стажировалась У педагога Ирины Масленниковой Бадра Майсурадзе Ифиндеева Илаха с 2004 года является солисткой азербайджанской оперы После стажировки ее тут же пригласили в Москву Но она решительно отказалась Нет, навсегда нет Нет Что не могу, то не могу Нет, конечно У нас тоже бывают гастроли Мы выезжаем, поем На многих темах В смысле Это наша обязанность Профессия у нас такая А навсегда Нет Нет, наверное Не получилось бы у меня Может быть Кому-то Было бы легче Но не мне Я человек Я Люблю свое Больше Вот Сейчас уже практически все трудности преодолены Главное удалось собрать команду, которой все равно в каких условиях петь и танцевать Только бы выходить на сцену Гасите зал Маэстро, прошу начинать Прошу третий звонок Тишина, пожалуйста Сегодня в репертуаре оперного театра представлен практически весь европейский репертуар Идут спектакли Верди, Пучини Идут у нас спектакли Чайковского, Лебединое озеро, Шилкунчик И на нашей сцене показываются лучшие произведения наших национальных композиторов Узера Гаджибекова, Караева, Амирова На спектакль Регалета приезжают из Германии, Франции Чтобы чудо певцов послушать Регалета, герцога Джильдо Мне только что тоже задали этот вопрос То есть Что похожего между вами и Регалета Я говорю, ну в принципе много похожих черт Просто Вот этого коварства Вот этой подлости Мне кажется у меня меньше То есть я бы вот так не мстил бы людям Это слишком жестоко То есть Это может вернуться И он получил за это Вот Так бы не хотел То есть есть моменты, где надо прощать Вот Я так думаю Ну тяжелый образ Я вам скажу Вот этот процесс умирания Меня И рождения Регалета То есть перед спектаклем Пока вот это переродишься И сейчас пойдет обратный процесс Столько же надо будет Регалета умереть И родиться опять мне Это немножко так Но это интересно Я знал, на что шел Девушка любящая И жертвует ради любви своей Где-то она и очень мягкая Очень Ну 15 лет жильде В то же время она очень Очень синий человек Очень Она идет на смерть Зная это Очень близко По моему характеру Очень близко И лахая в настоящей жизни Готова на смерть пойти ради любви Умеряю вас Да Академик опера и балет театра Самый известный цех будет в Азербайджане Вот наши мастера На все руки Умеют все Все Вот Любой костюм Все что хотите Любую эпоху Только назовите Все вам сотворят Сейчас мы Подготавливаем спектакль Фиранита Ализаде Называется он Азербайджанский Минтезар Девочки наши работают Довольно-таки В быстром темпе Потому что театр Поставил нам Очень короткие сроки Мы должны До 15 лет И ждать спектакль Балетные костюмы Наши Они сделаны Чисто национальным Азербайджанском Духе Ручная вышивка Ручное украшение Этот цех Гордость театра Каждый костюм Произведение искусства Ручная работа Мастерец цеха Переманивали все театры Постсоветского пространства Но они никуда отсюда Уезжать не собираются Хотя пока условия В которых они работают С точки зрения Обычного человека Довольно тяжелые В этом здании Со дня основания Не было капитального ремонта Иногда просто исчезает Отопление Но это не беда Из дома тут же Приносится обогреватель Эти сложности Здесь никто не замечает Как будто их просто нет Репетиционная комната Привет Кто это? Привет Вот Идет подготовка К новому спектаклю Готовится Все Идемте дальше Извините Завтра Хотите зайдем к ней? Вы по-моему у нее не были Все время снимаете Эту белую дверь Когда мы туда заходили Наконец вы снимете Что там внутри творится Салам веки Это наши концертмейстеры Вот Не снимайте Подожди Вот это те Кто творят Оперы у нас Занимаются солистами Ставят все на ноги Потом передаются Дирижеру И все И спектакль пошел Этот театр Как магнит Притягивает людей Фанатиков Для которых искусство Это смысл жизни И способ существования Тагрул Нариманбеков Художник с мировым именем Живет в Париже В Баку приезжает Чтобы в театр Ходить на уроки пения Да Я занимаюсь Я вообще Фанатик вокала Понимаете Вразденный у меня Я в последнее время Больше нахожусь в Париже Но сейчас я буду Полгода здесь Полгода в Париже Потому что В Баку я посмотрел Сейчас Такое развитие культуры Взлет вокального искусства И Я в восторге Вот эти Новые кадры Вот Это молодые певцы Певицы Я хожу на их спектакли И Прекрасно Я очень доволен В этом театре Он работал и как художник Петь и слушать Он любит оперу А оформлять Балет Я люблю Балетные спектакли Понимаете Как художник Я не люблю Мебели Понимаете Это ставить Табуретки Потому что Для оперы Надо ему ногу Где-то поставить Понимаете Это Не изобразительное дело Это технические Такие моменты Которые необходимы Артистуле Там все А балетные Спектакли Там Понимаете Наоборот Надо очистить сцену Там Средство выразительности Силуэт их ног Силуэт их фигуры Я горизонт Всегда очищаю Должен сквозняк быть Как колоннада Вот Вот это все В архитектуре тоже Когда много колонн И через них сквозняк идет Это богатая архитектура А если мало Это бедная ПЕСНЯ Еще одна из главных составляющих в театре Это балет И его трупа Руководители искали недолго Юлана Юсуфовна Аликишизаде Как никто другой Прекрасно на эту роль подошла Она в этом театре с детства Вы знаете Дело в том Что мы Когда учились в училище Мы всегда были заняты В спектаклях Дети Как стажеры Так что мы В общем-то В театре Можно сказать Вторую половину Учебы Мы проводили в театре Потом она стала солисткой И работала с лучшими хореографами И балетмистерами Того времени Был период Когда вот мы танцевали У нас была очень активная жизнь В театре Потому что У нас был Главный балетмистер Гамер Алмазаде Это первая балерина Азербайджана Вообще Легенда нашего Искусства Вообще В частности Конечно Балет Она делала У нее была Очень правильная политика Она Не замыкалась Как говорится В собственном соку Мы не варились Она приглашала Всех лучших Балетмистеров Репетиторов Советского Союза В то время У нас был И Сергеев Константин И Петр Гусев был И Григорович был Он там перечисляется Много И мы Фактически Работали Со всеми такими Мастерами Естественно Для нас это была Высощающая школа Мы многому учились Это было интересно Конечно Репертуар был Очень обширный У нас Шло все Вот и до После ухода На творческую пенсию Юлана Иусуфовна Ушла из театра В Азербайджанский Государственный Театр Песни В качестве Педагога-репетитора А в 1998 году Акиф Туранович Позвал в родной театр С одним условием Собрать новый коллектив То есть начать Все с самого нуля Мы заново Практически набирали Труппу И вот она Уже можно Я считаю Что она уже прошла Период становления И сейчас она уже Так заявляет О себе уже В полный голос У нас есть И хорошие солисты Уже и звания Они получают И вот подрастает Очень хорошая молодежь Мы также вот Студентов училища Приглашаем На практику Они у нас тоже Проходят практику Они знакомятся С работой театра Мы с ними К ним присматриваемся Ну Я думаю Что сейчас Жизнь идет активно У нас практически Каждый спектакль Кто-то танцует первый раз Каждый спектакль У нас у кого-то премьера Разумный подход Применяется и к репертуару Приглашаются Современные балетмейстеры Так например Болеро поставил Николя Мусен Но не забывается И классика Такие легендарные Балеты Азербайджана Как Девичий источник И Тысяча и Одна ночь Это по сказке Тысяча и Одна ночь Мой образ Это Жена Главного героя Шахрияра Нурида Которая Не вынесла разлуки С мужем И Предала его А Вернувшись Муж в гневе Ее убил Вот В принципе Вот такой Сюжет Образ Женщины Страстный Отчаявшийся Предательница Отрицательный образ Гусейна Вакамила Одна из ведущих солисток Лауреат премии Золотой Дервиш В жизни она наоборот Образ абсолютно положительный Умница Красавица Да еще Молодая мама У нас в прошлом году Девять Артисток балета Ушли в декрет И знают Девять человек Сейчас они уже Правда все уже вернулись Восстановились Но это было Представляете У нас трупы В общем Играла У нас все солисты Почти было Так что мы Демографическую проблему решаем У нас решается И сейчас вот уже У нас две-три девочки Уже уходит в декрет Так что у нас Как-то это Наоборот Мы как-то Привет Выкручиваемся Работаем Ну зато у нас Внуки подрастают Дети Камила Камила очень любит Свою профессию Но для своей дочери Предпочла бы Другую участь Настолько тяжелый труд Настолько Рутинная работа Настолько это связано С полной отдачей Во всем И если ты балерина То все Балет у тебя везде Он дома Он С тобой везде И ходит по улице В личной жизни И везде Ты балерина Уже Не надо сказать Что ты захочешь Ты становишься Балерина Выходишь Перестаешь ею быть Нет Это не так И Конечно Если моя дочь Выберет другую профессию Я Буду рада Что она найдет Сюда где-то еще Но если она захочет Увидев На сцене Родителей И захочет Тоже быть Артисткой Артистом Валитом Как отказать В свое время Мне не отказали Как же я смогу отказать Наверное Я не смогу Здесь есть и семейственность Поскольку трупа молодая То это пока Сестры, братья, мужья и жены Искендерова Рима И Мирзоев Гюли Гаси Познакомились еще В балетном училище Потом пришли в театр И романтические партии Такие как Ромео Джульетта Лаэли и Меджон Соединили их В семью У нее спектакль Да, у меня переживания Вы знаете Вот по правде сказать Когда я с ней танцую Это не потому Что я не доверяю партнеру С которым она танцует Опять же Это просто Вот не знаю Я не могу смотреть Я почему-то очень переживаю Я когда танцую с ней Спектакль веду Я меньше переживаю Потому что Ну все в наших руках Правильно? Ну вот сделаем Не сделаем Ну как получится Всякое же бывает Вот опять же А здесь вот Знаешь что В случае чего Ты ничем не поможешь Или Вот такое беспомощное состояние Ужасно Я вот стою Вот чувствую Что нет Не могу больше Все ухожу Ну потом уже В конце спрашиваю Как прошло Ну мне обидно Правда бывает Ну что делать Что делать Я всегда смотрю Я наверное мужественная Я всегда смотрю И потом ему говорю Здесь было так Здесь так Молодец Здесь отлично Я как-то стараюсь Чтобы со стороны Если не я То кто ему еще Может подсказать И я могу как похвалить Так и критические замечания Я знаю что он не обидит вас Прислушивается к моим словам Я тоже Мне очень полезны Его замечания Мне очень нравится Ну правда он редко смотрит Какая-то сложность Я смотрю Он стоит Сделал Смотрю Я уже не закулись Мне опять на нее смотрел Ислам Исламов Самый молодой танцовщик театра Пришел в классический балет Из народных танцев Я как себя помню Я танцую Начал я С детского сада К нам пришла Балетмейстер Детский сад И начал ставить номера От того что я был Очень кудрявый И кличка у меня Блапушки Меня все так и называли И первый наш номер Буратино Доверили мне И после этого Все это пошло После детского сада Я значит Пошел в национальный коллектив Который называется Джалярен В переводе означает Цыплята А потом он случайно По телевизору Посмотрел Лебединое озеро И захотел заниматься Классикой Мама была только за Она сама здесь И тоже занималась балетом Когда она была Совсем маленькая Отец был против Насчет национальных танцев Без вопросов А когда он услышал о балете Реакция была конечно Естественно Как у всех кавказцев К примеру Это был Великий танцовщик Махмуд Исамбай Как в Чечне Против него Вся деревня Вступала Потом После Несколько лет После основного Можно сказать После основного Спектакля моего Когда он пришел И увидел Он сказал Ислам Кто-то и в нашем роде Должен был заниматься балетом Пусть будешь Это ты Я только за Хотя сейчас Ему пока роли В основном национальные Доверяют Шахов например А очень уж хочется Сыграть принца Из того самого Лебединого озера Или Ромео Но все равно Театр для него Дом родной А сцена вообще Существо Одушевленное Прежде всего Она родная Это самое главное Как говорят Фотболисты На своем поле Родные стены Здесь все Тебе знакомо Здесь нет ничего Даже маленькой щели Которого я не знал Я здесь С маленьких лет Я обшарил Здесь Всюду И наверху И снизу Просто родное Ну конечно Есть Это ощущение Что Пойти И прославлять Азербайзан Нашу Нашу Культуру Других стран Культуру Академик Опера Да балет Театра После прихода Новой команды В театр Прошло уже 20 лет Главное Что мы могли Добиться Что Весь театр Работает Как единая семья Молодые С уважением Относятся К старшим Художественным Руководителям Нет антагонизма Между Художественными Руководителями Нет Смертельной Борьбы Между ними За сферу Влияния Оперным Театром А все остальное Сущие пустяки Всего лишь Капитальный Ремонт Который они Настроены Легко Пережить А потом Вернуться И опять Будут заниматься Своим искусством Весной Здесь начнется Ремонт Обещали Очень хороший Ремонт Дай Бог Сцену Будут менять Зал Главное Чтобы акустика Не испортилась Дай Бог Чтобы все Прошло хорошо Очень ждали Ну наконец Дождались Очень хорошие Фирмы Европейские Будут все Здесь заново Менять В театре Все уверены Что здесь Призраки Живут Добрые Театр Живущий Без призрака Это не театр Это Новостройка Вы знаете Столько Намолено В этом Пространстве Столько Надолго Дышано В этой Пространстве Такое Огромное Количество Людей Наполняет Зал Такая Огромная Музыка Звучит Под этими Сводами Столько Энергетики Со сцены Льется В зал От зала На сцену Это не Может Исчезнуть Это Где-то В чем-то Воплощается И живет И вот Вы входите В зал И вы чувствуете Что Он пустой Но на вас Какая-то Энергетика Еще Вчерашнего Накала Она идет На вас Конечно Живут Призраки Я не уверена Что живут Они в подвале Но где-то Безусловно Обитают Но есть Одно Опасение Что после Ремонта Могут Исчезнуть Призраки А главное Это неповторимая Атмосфера И аура Которая Сейчас Живет Здесь Его ничем Отсюда Не прогонишь Я думаю Его создают Сами артисты В любом случае Создают Это идет И от зрителей И сами артисты Творят С того Шестой Редактор субтитров Корректор А.Кулакова